Да, друзья, 2-1 победа Спартака в молодежном дерби. Поздравляем пацанов, красавцы просто. Парни с победой, блядь, лучшие, просто, блядь, красавцы. Выбреканец, выбреканец, мы сегодня, выбреканец. Макс, давай начнем с самого начала. Мы узнали, что 4 ноября будет дерби. Молодежная, был клич в массовом сборе. И что вы начали делать? В первую очередь, мы начали, конечно, думать над тем, что мы будем сделать. Приходить с пустыми руками не хотелось ни в коем случае. Все-таки не так честно мы бывали на футболе, там, раз-квартал, грубо говоря. Дерби между молодежью и составами должно было в любом случае быть тоже из того же разряда, что мы должны были прийти, показав, так сказать, лицом, что мы действительно можем, что мы имеем нашу такую виситную карточку. Это, конечно же, визуал. Мы подготовили флажки, двуручники, большие флаги для того, чтобы показать, что наша трибуна жива и сделали растяжку. Голос севера не стихнет никогда. Севера, естественно, как вы понимаете, это наша трибуна. Сделали стилистики баннера «Фратрия», надпись «Фратрия» ввиду того, что не так давно у нас было день рождения, 17 лет, праздновала наша организация. Ну что, друзья, мы на матче, на дерби, в молодежном дерби «Спартак-ЦСК». На футбол остается буквально две минуты. Мы начинаем, но выпускника фаната. Можете сразу поставить лайк, должно быть интересно. Победило все клубы в стране. Боже, статанка, какая мужчина? Все победило в моих стране. Победило все клубы в стране. Мы подготовили максимальный став, действительно бросили клич. Мы собирали абсолютно всех, кто сейчас находится в движении, кто поддерживает бойкот. В соперниках это даже не просто клуб ЦСКА. Это в том числе один из движений в России, из немногих, который в период бойкота в связи с ведением Фанадея остался на плаву. И тут уже в финал, скажем так, для нас, это действительно такое очное противостояние между, ну, одним из двух сильнейших движений, если правильно так говорить. Если по правде, да, говорить. Те, кто сейчас в России собирают бойкот? Да, действительно собирают бойкот и все равно находятся при этом на плаву. Действительно, как бы ударить грязь лицом у нас не имелось. То есть интерес был, помимо того, чтобы он просто, как спортивный, чтобы наш клуб был... Двойная тройная мотивация, конечно, да, естественно. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас, типа, даже люди не могут потянуть, потому что вход только с одной стороны, в перерыве сейчас всех подвинем еще так поширше, я думаю, что вся трибуна за воротами будет полная, центральная трибуна полная, шиза уже очень хорошая, видно, что парни все соскучились по футболу, плюс легкий такой минус, минус 2, все шизматы, это круто, блин, вот почему-то парадик, еще никому не нужно объективно, это круто, ребят, кто не пришел, поэтому для вас ловите, ловите ту самую шизу, по которой все соскучились. Мы должны сегодня победить, сегодня победить, мы должны сегодня победить, сегодня победить, нам не нужно подойти, нам не нужно подойти, нам не нужно подойти. Друзья, всем огромный привет, мы находимся в Белграде, это новый выпуск дневника фаната. Если что, мой русский, я думаю, что все понятно. Правда ли, что Белград разделен на районы? Информация правильная, значит. Еще раз хочу сказать огромное спасибо нашим друзьям из Винлайна, которые помогли нам осуществить эту мечту, так как выпуск мы снимаем с февраля этого года. И с нами Наташа Веги, кто помнит? Добро пожаловать в Сербию, первый раз я приехала сюда в составе гулятор с фирмой. И первый тайм действительно был такой, люди просыпались, люди доезжали на этот флум, что был праздничный день. Шиза была временами очень неплохая. И дальше происходит ключевый момент, наверное, в матче. Кони забивают первый гол. И бежит чудак, который не забил гол, а просто бежал радоваться. И начинает показывать наши трибуни, типа, ребят, там... Неприличный жест. Там, говорит, я вас там, говорит, не слышу, там, что вы там орете, там, давайте там, аля, нюхайте. Мы там ведем в счете 1-0. Сыграно было просто великолепно. Ну, а вот дразнить болельщиков другой команды не надо. Это сейчас Лапинский не прав. Все то, что дальше происходило, мне кажется, это... Дальше все очень просто. Есть куча видео. Выбегает наш болельщик с трибуны, бежит, как бы, к этим коням молодым. Там немножечко, там, кого-то подтолкнул, там, да, там, ну, там не было ударов в лицо, как многие написали, что была драка, там, писали. Никуда драки не было, он просто толкнул их, там, видимо, был немножко заряжен этим морозом, который был пятницей в Москве, да. И после чего, я, как бы, наблюдаю всю историю страны, и учитывая, что у меня была аккредитация на этот матч, я, соответственно, бегу в эту гущу этих событий. Нахуй его трогаете-то, ёпта! Бля, он вылетел! Я видел, нахуя вы такой... Нахуя такой его гасить, бля! Он один вышел, надо каталбой его гасить, бля! Вы чё, махуя? Каталбой не нужно гасить, он один вышел, бля! Он один вышел! Я видел, не надо так делать, бля! Вы чё, дурачки, что ли? Ну, я был поражён, вообще, в этой ситуации, насколько взорваны молодые футболисты, насколько они умеют справляться с эмоциями, и для них дерби, то есть это, в первую очередь, нужно себя показывать, как бы, ну, с грамотной стороны, наверное. Но эмоции выходят за край, и провоцировать трибуну, по-моему, Спартака, да, играя в ЦСКА, но это, это сразу уже какой-то, не знаю, не там будет, но последствия будут в любом случае. Сейчас что происходит? Сейчас уже пишут в комментариях. А ваш-то, говорит, после матча, что я сделаю? Музыка! 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 Ну, давайте всё-таки отметим, что Пилипенко, да, он всё-таки подошёл именно к нашей трибуне, и мы после матча, во время игры, это всё-таки в пирте. Михаил себя вёл максимально адекватно, и корректно, и когда там, да, там команда пропустила бло, он не провоцировал там фанатскую трибуну ЦСКА, да, он там, и там, не задирал никого из игроков, ему там неоднократно доставалось по ногам, да, там, 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 фо-о, по-моему, у него было, и, как бы, он себя вёл максимально корректно, и действительно был состричен в игре. Да, конечно, где-то эмоции, может, там, переплеснули, да, тоже там парень молодой не справился с эмоцией, но на самом деле хочется выразить, действительно, тоже респект нашему молодому футболисту, он, да, может быть, и не справился с эмоцией, кто-то может сказать, но он подошел к нашей трибуне, к нашим болельщикам, тем, кто действительно так же смотрит в одну и ту же сторону, да. Хочется уже Михаилу, соответственно, сказать и его адрес, слушай, братан, у тебя больше никаких вариантов других команд в премьер-лиге нет, да, поэтому давай всеми силами, в двойном, так сказать, с двойными усилиями старайся попадать в основу и закрепиться и играть долгие-долгие годы за нашим. Да, мы тебя там будем ждать обязательно. Слушай, ну, в любом случае, если повредить итог, ладно уж, и игрок коней, да, молодых, не справился с эмоциями, а может быть, и так он и выразил свои эмоции, да. Это дерби в любом случае. Это дерби в любом случае, поэтому не к нему там претензий, да, особых нет, не к нашему, да, соответственно, естественно, никаких претензий нет. Я думаю, что те болельщики, которые пришли, там, поддержать, там, армейцев, да, там, все болельщики, ну, наши болельщики, спартаксцы, все, да, ощутили действительно тот дух настоящего живого футбола на стадионе, а не вот это вот по телеку, в барах, как мы сейчас видим. Да, да, да. К сожалению, последний, там, год, ну, мы, да, привыкли видеть, да, не наблюдая там всякие моменты, действительно, что тут была и пиротет, какие-то, действительно, были бы бегания на поле, такой, чистый кайф, да, на самом деле, да, многие, там, наши товарищи, да, говорят, что это был олдскульный какой-то момент, какой-то, вот, вот, нотка ностальгия была, мы видим, настоящий, действительно, живой футбол, футбол для фанатов. Два-один, два-один, просто за 3 минуты, два гола, до солнца, блядь! Два-один, два-один, три-два-один! Музыка Музыка Я уверен, что сейчас нас смотрят люди, которые так или иначе может принимали закон Фанади или как-то участвовали в этом. Давайте так с вами договоримся. Вот вы можете закон Фанади переместить в международные матчи, да, например? Что у нас там нет? Ну какие-то матчи сборной России играют. Туда, как это было на чемпионате мира, как вы тестировали, вот туда его отнесите. Вы сами понимаете, что посещаемость матча упала практически на 50%, а то и больше, да? То есть недавно статистика вышла, вот прям на днях, и это все видно. Стадион мертвый, как в театре, и этого не должно быть. Если смотреть, там за последние полгода, да, там игроки, ну, всех абсолютно клубов, уже даже, по сути, даже вот молодежного состава, да, как это было вчера, когда ребята там после матча вышли с растяжкой, наш, ваш голос, наш стимул, да? Каждый игрок уже, каждый участник спортивного мероприятия, нужно не скрывать своих эмоций и говорить о том, что действительно болельщиков на трибунах не хватает. Когда обвесили этот антураж, перформансы, непосредственно там шиза на протяжении 90 минут, это как бы неотлемленная часть футбола, ну, давайте смирим, ну, поймите это, ну, без нас как бы все равно не будет такого футбола, конечно. Клубы теряют просто там десятки миллионов рублей от матча к матчу, да, там не дозарабатывают. А там, если говорить о финансовоставляющей, антураж, как мы уже сказали, этого не хватает. Если там, говорите о каких-то там картинке и так далее и тому подобное, неужели кому-то хочется видеть это и пустые трибуны? Я думаю, никому. Молодежное дерби, которое сейчас прошло, тому яркий пример, что, блин, с фанатами совсем все по-другому. Даже матч, я уверен, народная команда, когда они будут соберет болельщиков, то, бреду болельщики, это будет тоже зрелищное событие, потому что сам по себе футбол, ну, он бывает местами не очень такой зрелищный, да, интересный. А когда приходят болельщики и устраивают свое шоу, и гонят команду вперед, это уже совсем другое дело. Мы надеемся на то, что все-таки фанатист в следующем году, он как бы уйдет с внутреннего чемпионата, да, там, и мы вернемся, и это будет не то, что победа, да, там, болельщиков, это просто будет грамотное, взвешенное решение, и это будет самое правильное решение вообще, которое может принять там наши там футбольные там чиновники, там, и футбольная власть. Ну что, Макс, давай небольшое резюме по прошедшему дерби, на то, для что тебе понравилось? Мне, честно говоря, понравилось вообще абсолютно все, от посещаемости до того, как каждый выкладывался, наполняемости, трибуны, не только спартаковские, но на самом деле и армейские. И мы можем тоже сказать спасибо за ту атмосферу, которую они там же внесли, да. На самом деле было это приятно, да, на самом деле понравилось все абсолютно, то, что, и какой натураж был вокруг билетов, да, как люди искали. Билеты спрашивали, интересовались, где можно достать, где купить, как игроки самого молодежи в состав «Сбертака» отреагировали, как впоследствии отреагировали соцсети главной команды в том числе. Мясо крутое. Мясо крутое, поэтому, друзья, дерби, это действительно было дерби, и тут, ну, тут даже не нужно думать, да, что не получилось. Дерби удалось. Друзья, ставьте лайк обязательно за все стороны, которые сделали ребята из нашей активной поддержки. Это было хорошо, еще раз жму руку. Друзья, это был дневник фаната, если вам такой разбор, такой формат, так скажем, разборов, да, каких-то матчей вам зайдет, обязательно напишите об этом в комментариях, и мы, возможно, будем чаще выпускать ролики и какую-то аналитику давать к пришедшим событиям. Ну что, Макс, можешь не закрыть, а роняй, конечно. Сегодня мы роняем их.